Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александрова Светлана, 15 сентября. А сейчас я займусь пересадкой своего клематиса. Делаю сначала обкоп по периметру саженца. Очень важно, чтобы лопата ваша была острой. В общем-то, можно вот так вот этот ком и посадить в новую посадочную яму. Но мне же хочется немножечко, хоть один кусочек отделить еще этого замечательного клематиса, потому что наверняка кто-то захочет такую же красоту и себе в саду. Если и вы хотите разделить взрослое растение клематисой, то придется освободить корни от земли, чтобы вы хорошо видели, как и где наросла у вас корневая система, розетки, чтобы вот эти все было видно, как делить и отделять. Каждый сам решает пересадить взрослое растение с места на место, сохранив большую корневую систему. И если вам нужен еще посадочный материал, то тогда аккуратно разделите саженец. Он просто сам у вас, вот как у меня в данном случае, распадется на те сегменты сильных, хорошо развитых саженцев. Вот мочка хороших развитых корней. И каждый стебель имеет еще почки возобновления, которые тоже способны укорениться в пазухах при заглублении и нарастить новые побеги. Но если вы хотите, чтобы растение быстрее восстановило рост, быстрее восстановило корневую систему и начало красиво цвести в ближайшие годы, мельче его делить не стоит. Обстряхну землю с этого саженца и посмотрю, как можно поделить его. Вот одна розетка. Нет, наверное, этот я делить не стану. Итак, с двух саженцев, посаженных 3 года назад маленькими укорененными черенками, сорт Сизая птица, я получила достаточно сильные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Один саженец у меня легко распался на 3 части, второй только на 2. Эту часть, конечно, тоже можно разделить аккуратно секатором, но я делать этого не стану, потому что именно этот саженец я выберу для посадки в свой сад на одну и на другую колонну. Теперь в готовом грунте я выкапываю яму. Не буду сильно сажать карагачу, потому что у него тоже мощная корневая система, но посажу достаточно близко к стойке, чтобы потом, когда у меня каждый год будут новые плети выходить, я их могла легко сюда заправлять. Именно чтобы стойка была опорой вот этому не цепляющемуся клематису. И как я уже показывала раньше, можно посадить на холм наш саженец прямо, но я свои все клематисы высаживаю в таком наклоненном состоянии, практически лежа, расправляю корни и опускаю на 10 сантиметров приблизительно от корневой шейки стебли побегов. И вот эти все почки и те, что образовались на побегах, все уйдут под землю. Засыпаем. Ну вот, клематис мой посажен. Теперь нужно принести шланг и все хорошо пролить. Хорошенько поливаем посаженный саженец водой. Земля осядет, и потом еще можно будет немного сюда подсыпать компосы или просто садовой земли. Выкопанные от стой клематисы полиш-спирец и голубой ангел я уже посадила в контейнеры на подращивание. И вот на эту вторую стойку я посажу другой саженец. Все сделаю точно так же. А я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья. Сажайте и пересаживайте свои клематисы, покупайте новых, хороших сортов, и пусть ваши сады цветут до поздней осени. Сизая птица